Субтитры делал DimaTorzok На лицо были люди, когда читали. Эффект разорвавшейся помыли. Люди сметели. Почему? Мы все воспитаны в программах «Школьный черный пустой». От школьника до академии. Я книги Мурата Аджи давал разным людям. Я покупал все книги и раздавал. Прочти точно. Какая реакция? Школьник. Да, интересно, мы нас учили. Как нас учили? Значит, христианство в 1980-х годах. Татаро-Мангольское имя. Иван Грозный. Петр Первый. Ленин Старин. Академик. Одна и каждая реакция. Он возвращает в него. Он возвращает в него. Он возвращает с почтами. И не с нами. Я думаю, сейчас более вопросов. Он закидает в него. Он возвращает и начинает. Эта тема. Думаю. Какая реакция. Почему? Он ашавомлен. Раз. А второй. Он не может. У него нет пока же знаний. Он ничего не может сказать. Не того, чтобы возразить. Тем истинам, которые нам открыли. Надо иметь знания. А оно нет. Он такой же школьник, что академик такой же школьник. У них один класс в туры. Одно из приятных. Катаро-Мангольское имя плохо. У нас туры не было. Спасибо. Катаро-Мангольское имя плохо. У нас туры не существует. Это целая эпоха. В историографии. И эта реакция, она сохраняется по ныне. Но движение есть. Вот мы отложили. Выпускал береги. Аллагощикарь. Материал. Потому что он пробыл в нашем сознании. Национальном. И в том числе русском народе. Который находится в центре. Русский народ не знает своей истории. Русский народ не знает предыстории. Предыстории звучит как? Многие говорят. Вот мы превратились. Приобщились к здавной культуре. В современном Петра Первом. А до этого было сплошной дикой. В современном Петра Первом. Поэтому мы сейчас подоставим слово. Мрадовск Андреевич отжим. Откровенно говоря. Эпоха насильственного его замалчивания. Она закончилась. Слово на виду. Добро. Износ. Так вот. Добро. Пробеждает. Слово. Мы сегодня присутствуем. Я не хочу, так сказать. Возвращать вас. Но. Исторически. Просто. Жив. Среди нас. Среди своего народа. Он несет нам добро. А добро. Какое? Это истина. Нам нужна правда. И только правды. От чужой истории нам ничего не надо. У нас богатейшая история. Нам надо разобраться только в своей истории. Столько событий. Столько дат. Имен. Что. Спасибо еще раз. Мурат Аджи. Что ты. Возвратил нам память. Об нашей истории. Турских народов. Возвратил нам память. Тенгри. Духовном маце. Который обвинял наш народ. Вот. И показал нам. Сегодня у нас историческое время. Историческое время. В смысле, что 20 лет назад я задал себе вопрос. Кто есть я, кто есть моя комната. И вот с этого вопроса началось следует исследование. Дело в том, что я родился в Москве. И практически на тормозе среди воспитывался. То есть никаких заостренных в любых таких моментах чувств национальных не было. То есть все мы были интернационалистами. И вдруг в одно прекрасное время. И кто-то проснулся с этими словами. То есть кто есть я, что есть мои корни. И поехал в Дагестан. Искать тот очаг, откуда пришли родители. У население Акса. У нас родственников. Потому что я ничего не знал. Ни о кумыках, ни о культуре. Ни о своих родственниках. То есть как сложилась судьба. И меня удивило то, что у нашего рода получается, что нет истории. Нам, детям говорили в детстве, что фамилия Аджива начинается с 1917 года. А до 1917 года истории нет. Когда я уже познакомился ближе с Тимой, стал интересоваться историей кумыков. Оказывается, истории кумыков нет. То есть по сути дела это народ появился в средине 19 века. То есть получается так, что мой прадедушка был обезьяный. Он лазил по деревьям и спустился на землю. Ему дали значит и народ. Далеку пропускаю статистическую единицу. Но дело в том, что у муки тоже эта история нечего. То есть взять нечего. Я стал интересоваться, поскольку по специальности я географ. Уже с чисто географической стороны стал интересоваться этой темой. Кумыки народ степи. То есть это степная часть Дагестана, северного Дагестана. Там степь, равнина. И там в основном жили кумыки, живут кумыки. Значит, великая культура степи. Опять она тоже не разработана. То есть никто этим не занимался. И вот когда я стал этим заниматься, я оставил кафедру, оставил докторскую. Оставил все свои заботы. Сказал детям, что семья уже стояла на ногах. Потому что теперь я должен заниматься своим делом. И я ушел с работы в журнал «Вокруг света». То есть это мне давало возможность ездить по стране, работать в архивах, встречаться с людьми. И главное, что многое узнавать. Причем узнавать независимо. То есть я был независим в своих исследованиях. То есть я сам выбирал тему, сам решал ее, с кем решал. И вот были встречи с директором института истории Академии наук Новосельцевым. Когда я показывал уже свои результаты. Он тоже интересно рассказать об этом. Он поначалу категорически был настроен, что нет никакой культуры, Ваши обиженные национальные сознания. И кончилась у нас беседа тем, что мне нужно было взять от него отзыв, рекомендации, иначе не публикуют материал. И разговор у нас был довольно долгий. Он вызвал четырех докторов наук, значит. Против меня сидела аудитория. Я доказывал как раз основу тюрской докторы. И, в общем, кончилось тем, что я сказал ему Академу Новосельцеву, что он сам тюрок. Потому что чисто антропологически. И, если оба его объяснил столько, чем и как. Вот он задумался. Задумался Тубакова. Потому что, потом, ни слова не говоря, он так сидел за столом, выканул, значит. Рядом. Вот ящичек. Там пишущая машинка была. Тогда еще и печатные машинки были. И он сам стал печатать отзыв. Что Аджиев прав. Значит. И публикация вот этой вот первой статьи моей о полныках. Она, может быть, разрешается. Ну, интересно то, что потом, после этой встречи, один из присутствующих на этой встрече, там, доктор наук, позвонил мне домой и говорит, что, вы знаете, я хочу добавить еще того, что вы написали, еще фактов прибавить. То есть, дело в том, что только на меня не ссылайтесь. Вот. И я сразу понял, что они знают правду. Они знают, что как было. Но просто им не разрешается рассказывать об этой правде. Правдивой истории России. То есть, все сделано специально. Специально с тем, чтобы они знали себя. Я как об этом еще не знал. И меня удивило то, что потом были разные встречи. Поскольку я же зависимый человек, то есть, мне нужно брать рецензии, иначе публикации не будут по карте печати. Потому что реакция на статью об ОМИГР вызвала большое внимание. То есть, это впервые мы сказали о том, что существует тюркская культура в Дагестане. Что, в общем, публика – это народ, который имеет свою историю. Не ту, которую ему дали, а которая действительно есть. И вот в этой связи была вторая встреча с заведующим кафедрой в Московском университете. Это специалист был, Федоров Дабыдов такой. Величина, то есть, то он, как бы монобалист этой темы. И вот я пришел к нему, значит, он так с легкостью позвал домой. Я пришел к нему домой. Он не мог понять, только он потом понял, когда текст взял, что он думал, что он думал, что я должен быть черный какой-то, с усами большими, с пинжалом, запас за хлебом. То есть, дикарев, ну, он удивился, это вы, я говорю, да, это я. Ну, сразу его перекривило, как будто током стопнуло. Ну, что это, в общем, я не буду вам ничего писать, ничего говорить. Я говорю, не надо ничего. Вы решите, что вы не будете говорить, что не будете давать оценку. Этого достаточно. Но он понял, что этот разговор, получается, не такой простой, как кажется. И говорит, здесь сплошные ошибки у вас. Я говорю, где? Вот этот текст ведет, что говорит, вот здесь. У меня блокнот идет со мной. Я достаю, значит, разворачиваю блокнот и говорю ссылку, с какого документа я взял тот или иной факт. Он так мыкнул. Потом второй раз, третий раз. Я, кстати, отвечаю. Он и говорит, я тут не знал об этом. Не знал. Короче говоря, в одном случае, он говорит, здесь этого нет. Там, по какому-то факту. Но, я думаю, что вот такие истории, опять же, я слушаю. Он говорит, хитро на меня смотрит и говорит, а у меня есть эта книга. Ну проверьте. Траница, например, 27-я. Он открывает, достает книгу, открывает, на 27-ю страницу. Он смотрит и говорит, здесь нет ничего, вы жёте. У меня сердце упало. То есть я думал, как так не может быть, насколько достоверно все, что такое. Я потом случайно посмотрел, что он открыл не ту страницу. Я говорю, что на этой странице и не может быть. Вы не ту страницу открыли, которую я вам сказал. Он открывает ту страницу, проверяет, надо же. Потом, ни слова не говоря, он берёт эту бумагу, ручку пишет подключение и говорит, я прошу вас, чтобы моя фамилия рядом с вашей не стояла никогда. Я говорю, это я вам обещаю. Вот так вот пошли первые публикации. Первые публикации, они, в общем-то, были довольно трудные. Потому что я многое сам не знал. И практически голые ступи, то есть ровное поле везде, куда не пойдёшь, никаких ориентиров, ничего нет. Потому что тема старательно вычищена. И вот я задался вопрос, кто есть я, что есть в моей корне. И вот так складывалась вот эта первая книжечка. Ну, из рода Половецкого. Я сейчас уже смотрю, вот 20 лет прошло с тех пор, как она вышла. И многого, как многого, я не знал. Многое оказалось неведомым. И вот любопытно то, что это полынь Половецкого поля, реакция машинистки была, которая рукописи напечатала. Русская женщина, простая. Она говорит, я плакала, когда писала эту рукопись. Что же мы с вами сделали? Как мы вас, в общем, унизили, непростих делая. То есть вот эта первая реакция была на рукопись. То есть рукописи ещё не было. Машинистка только печатала. И она вот уже оценила это. И вот в таких условиях, где поддержки не было никакой. То есть практически ни со стороны науки, ни со стороны административных, политических каких-то сил. То есть я был полностью независим в своих решениях, в своих находках. И вот так я написал эту первую книгу. Полынь Половецкого. То есть Мария из рода Половецкого. Она интересна тем, что с неё началось в первую очередь моё прозрение. Моё опознание темы. Я с тех пор очень дрожу этим мнением. Потому что оно складывалось индуитивно. Его никто не навязывал. Его никто не корректировал. И вот потом, когда уже материалов набралось достаточно много, я ездил в экспедиции конкретную. Сам организовывал эти экспедиции. И познакомился с Алтаем. То есть культура Алтая. И вот она как бы была резутирующей. Потому что поначалу интерес вызывала степь. То есть степная часть. Я много ездил по России. Поскольку работал в финансово-экономическом институте. И большие были разъезды просто в центральной России. И вот когда я попал, то есть знаний было достаточно много накоплено. Но они были не результированы никак. И вот когда я попал на кумыкскую свадьбу, пригласили меня, я удивился, то есть находясь в обществе кумыков. И я совершенно спокойно сказал, что русские произошли от кумыков. Причем антропологически это было очень четко записано. Это было очень четко виднелость по обычаям. Потому что это все надо было знать сперва, чтобы говорить. Но естественно вначале подумали, что я пьяный там или что-то. Я был абсолютно трезвый. И для меня началось исследование уже кумыкской темы на другом уровне. Мои сравнения находились в реальных условиях. Это надо было проехать Воронежскую, Орловскую, Тульскую область, Пензенскую, Ростовскую область, то есть центральную Россию, чтобы делать такое заключение. И вот это все говорит о том, что интерес к работе только нарастал. И вот когда я познакомился с Алтаем, я увидел, что здесь, на Алтае, собраны были уникальные географические условия, которые позволили развиться этой культуре, которую мы называем тюркской культурой. И вот тюркская культура, она дала мне уже пищу и способность говорить не от имени кумыкского народа, не от имени степи, а от имени тюрков. Кто же такие тюрки? Что это такое было, заявление? Ну, это тоже целая история, которая была связана с работой. Я написал об этом... Вначале сложилось все в образе. Надо было как-то объяснить себе, в первую очередь себе, что это такое тюркская культура. И вот я попытался как-то высказать это. И получилось, видимо, с внутренней какой-то концентрацией сознания, она выразилась в том, что появилась новая книга, вернее, полынь половецкого поля, зелененькая. Она написана была, то есть, на одном дыхании. И я вот говорю, что... Я показывал редактору, показывал, так сказать, автору другим, другим. То, что книга написана практически под диктуру, без боммаров. То есть, сразу текст сложился, вот таким он лег в книге. То есть, и когда я уже подготовил рукопись, в редакцию принес я. Там условие такое будет, что редакторы они дают сами. И вот прислали редактора. Я встретился с редактором. Уважаемый человек, русский. Я уже фамилию сейчас не припоминаю. Парикарпов. Нет, не Парикарпов. Доктор наук. Да, доктор наук. Он, значит, так решительно был настроен, чтобы свернуть мне шею. И мы с ним сошлись, как в лоб рука. То есть, лоб в лоб. Причем он пошел в раж. И все оставил, только занимался этой рукописью. Он поставил вопросы. Я на эти вопросы должен был отвечать. Причем на каждый вопрос отдельно. И это вызвало реакцию такую, что с трудом проходила эта работа. С большим трудом. То есть, кругом было недоверие. И я вот своей настойчивостью, своими объяснениями убедил этого человека в том, что, значит, я прав. Он ничего не смог сделать. Хотя я и старался. И потом мы, в честь из своего нефоредактора, я говорил, что он достойно пожал руку. Говорит, что это большая работа. Что я не ожидал, я говорю сам, доктор наук, но я не ожидал такого, что я встречал. И вот так появилась полынь Половецкого поля. То есть, она вышла буквально сразу. И получила такую известность, неожиданную совершенно. Но опять же, я не думал никогда, что это будет книга с такими последствиями. Потому что дальше началось шествие этой полыни. То есть, по стране, по миру. То есть, ее заметили. Тираж 50 тысяч экземпляров. Это очень большой тираж для современной книг. 50 тысяч, они разошлись на другой страх. Вот так вот начались вот эти книги. И они, надо сказать, в первую очередь, были написаны не для публики. Они были написаны для меня самого. То есть, я сам должен был себя убедить в том, что это тема интересности, то, что тюркская культура развивается, имеет и свою историю, свой вид. И вот постепенно так складывались, сложилась целая библиотека. То есть, сейчас 9 книг, которые разошлись по миру, которые известны, в общем-то, во многих странах. И эти книги, к сожалению, не получили достойного внимания, потому что на них не было лицензии. Фактически, вот, Фомик Талимович, чем мы на самом деле думаем, это первый человек, первая лицензия на книгу «Полынь Коловецкого боли» в «Независимой газете». То есть, кто такой менеджер Дина, кто такой, что, я не знал. Но это человек, который написал правду, что он. Вот он сам расскажет вам, как она была. Это была первая реакция, официальная реакция на публикацию. Я должен сказать, что, к сожалению, это было, наверное, последнее, потому что по лицензии никто не лицензирует. В лучшем случае, описать какую-то гадость, причем безосновательную гадость. Но таких лицензий, обсуждений на этих книг моих не было, потому что аудитория не собиралась. Противники, которые говорят много о культуре России, об истории России, они не могут ответить ничего, не могут документированно доказать против. И вот в этом отношении, как пример просто я хочу привести, к которому мне была встреча, меня приглашали. В духовной академии Загорске, вот туда. И там, значит, тоже об этом повыне обсуждали. И, по сути дела, кончилось тем, что дискуссия не состоялась. Они сказали, у нас нет специалиста, который разбирался на этом уровне. И они предложили мне прочитать лекцию. И вот впервые в истории академии, значит, в актовом зале, там весь состав священнослужителей, и вот Басамманин, значит, растукал, читал декцию о архитюрской культуре, о том, что как развивалась наша история. И вот это все накладывалось особую ответственность на работу, потому что каждый из них давалось большим трудом. То есть я не имел права на ошибку, не имел права на лугавство, а тема разрасталась, она шла дальше. Это, оказывается, когда я осмыслил, что получилось, то речь шла о великом приселении народов с Алтаи, которое началось в V веке до Новой эры. Это заселение Индии, заселение в Средней Азии, Ирана, Ближнего Востока, в Северной Африке, Европы, в Центральной Европе, в Северной Европе. Это все были наши предки, наша история. То есть основа культуры, которая заложена в Северной Индии, например, это тюркская культура. То есть по моим расчетам получается, что сегодня более миллиарда человек на земле тюрки в потомке тех, которые вышли с Алтаи. Но это очень скромная цифра, миллиард. Это значительно больше, потому что в Индии, в Китае там уже на миллиард подходят. Европа, это вся тюркская культура. И вот любопытно то, что меня поразило то, что люди не хотят знать. То есть вот ученые не хотят знать, не будут это читать, не нужные. То есть когда факты приятные, их просто отгадают. И вот в этом отношении показательно то, что, еще раз говорю, что на моем деле не было никакой реакции, такой видимой реакции не было. То есть ни семинары, ни обсуждения, нигде это не состоялось. Потому что это не выгодно каким-то лицам, какие-то лицам. Здесь надо реально представлять, что против тюркской культуры выступает мировая религия. Это иезуиты. Иезуиты, специально созданный орден в католической церкви, который занимался разрушением тюркской культуры. На этот орден иезуитов работал орден мальтийский. Там тоже самое, целая программа по разрушению тюркской культуры, по уничтожению истинского народа проводилась. Почему такая, что связано с той же католической церковью? Почему такая негра с тюрком? Я никогда не задумался, что это, в общем-то, «братская любовь», в кавычках. Потому что до 12 века, до 13 века даже, богослужение в римской католической церкви велось на тюркском языке, что по всем канонам, по всем правилам, это все были тюркские правила. Самый древний текст Библии, который находится в Библиотеке Ватикана в Риме, написан на тюркском языке. В греческой церкви богослужение до 8 века велось на тюркском языке. В армянской церкви тоже до 8 века на тюркском языке. В русской церкви до 17 века на тюркском языке велось богослужение. Оно и сейчас в начинной семье ведется. И вот все это говорит о чем? Говорит о величии наших предков, о величии нашей культуры, о том, что как много мы упустили, и как мало мы знаем о себе. И вот эти книги мои, они позволяют, в первую очередь они не политизированы, то есть здесь нет никакой политики. Я политикой не занимаюсь, я занимаюсь просветительством. То есть это книги просвечающие людей. И написаны они, как вот в этом, в самом начале. Я такой эпиграф взял. «Своему народу посвящаю». Эти книги посвящены народу, тюркскому народу. И все вот они 9 книг, которые вышли, и там части перевели на иностранные языки, это все книги, в общем-то, о наших предках, о нашей культуре, о том, что это были великие люди, наши предки. Но они, к сожалению, были слишком великодушны. И они позволили себе прийти к тому, к чему мы пришли. А сейчас уже о тюркской культуре никто не вспоминает. Я думаю, что я говорить могу на эту тему очень много, потому что тема действительно очень большая. Ну и если возможность такая есть, вопросы ваши больше пользы, наверное, будут. Я буду стараться отвечать, возможно, подробнее. Давайте вопросы. Пожалуйста. Пожалуйста. Да. ... Продолжение следует...